Ну просто в ином случае, это всё просто чушь. Веришь ли ты то, что родители, они действительно твои? В большей степени да. Ты делал тест ДНК? Вот сейчас ты... Так сдавал или нет? Ты вот только сам сейчас это обосновал. Ты веришь в то, что Китай существует? Да, естественно. Подожди, подожди. Очень извиняюсь, но мне просто нужно уезжать. Не сейчас, мне нужно уходить. Тебе нужно уходить? Почитай немного Коран. Хорошо. Итак, в чём твоя позиция? Ты веришь в то, что есть Создатель? Я предполагаю, то, что что-то всё-таки могло бы быть. Но у меня нет никаких оснований в это верить. В чём ты решил, то, что на всё должно быть доказательство? Ну просто в ином случае, это всё просто чушь. У тебя... Погоди, вот смотри, представим то, что ты слепой. Окей. Я тебе говорю то, что небо зелёное. Поверил ли ты мне? Так, послушай меня. У тебя есть родители? Да. Веришь ли ты в то, что родители, они действительно твои? В большей степени да. Да, верю. ДНК делал? Ну а вообще без теста ДНК, я не могу быть в этом полностью уверен. Вот тебе сколько лет? Мне 30. Тебе 30? И ты до сих пор не уверен, что это твои родители? Нет, ну я полагаю так. Ты делал тест ДНК? Вот сейчас ты... Так сдавал или нет? Окей, хорошо. Нет-нет, я тебя просто спрашиваю. Не делали мы тест? Ага, и что же тут получается? Ты разве не считаешь необходимым сдать его прямо сейчас? Потому что ты не веришь своим родителям. Ты же сомневаешься то, что они могут быть с твоими родителями. Так почему же ты не сдаёшь тест ДНК? Да-да, ты принимаешь тот факт, что здесь нет логики. Вот смотри, я просто хочу сейчас подчеркнуть то, что эмпирических данных недостаточно для того, чтобы прийти к истине. И то, что я хочу тебе донести сейчас, что твои родители это твои родители. Ну потому что родители... Это не основано на эмпирических данных. Это основано на моей идее того, что я считаю их своими родителями. Так откуда вообще появилась эта идея? Откуда ты вообще выяснил то, что это твои родители? Я просто так полагаю. Как ты разработал эту идею? Я тебе уже сказал. Я всего лишь предположил это. Ой, да ладно тебе, мужик. Это основано только на словах твоих родителей. Это основано на их подтверждении, окей? Это не основано на эмпирических данных. Да, ты можешь сдать тест ДНК, но ты этого ещё не сделал. И ты веришь то, что твои родители это твои родители. По крайней мере, ты надеешься на это. Всё это основано только на их словах. Потому что у меня нет причин доказывать обратное. Обоснуй тогда моё точку зрения, которая заключается в том, что тебе не нужны эмпирические данные для того, чтобы всегда верить в какие-либо вещи. Эмпиризм это ключ к познанию, да, я с этим согласен. Но это не единственный ключ. Ты вот только сам сейчас это обосновал. Ну, я полагаю... Ты же понял, к чему я это всё говорю? Да, я помню. Но смотри, я также соглашусь с тем, что я только предполагаю, что мои родители действительно мои родители. Мужик, подожди, но... И это в свою очередь является противоречивым утверждением. Что ты подразумеваешь под словом «предполагаю»? Дай определение. Ну, ты же говоришь, типа, ну, я верю в то, что это мои родители. Я тоже могу сказать то, что мои соседи — это мои родители. Да, у тебя есть веские причины верить в это, я это не отрицаю. Но то, что я хочу сказать тебе, то, что это твои родители, могут быть подтверждены посредством эмпирического исследования. Да, конечно, ты можешь пойти сделать тест ДНК, но тут получается то, что твоя вера в родителей заключается в тесте ДНК. В целом, есть много путей познания. Эмпиризм — это один из них. Это не единственный путь, который можно выбрать. В следствии этого, просто сейчас послушай меня. Да, конечно. Когда ты пытаешься запросить эмпирические данные о существовании Бога, ты занимаешь ошибочную позицию. И почему же? Да потому что ты не нуждаешься в эмпирических данных. Ну, во-первых, сам Бог находится за пределами физического мира. Ты веришь то, что Китай существует? Да, естественно. Ты был в Китае? Да, я был. А, ты был. Веришь ли ты то, что Африка существует? Да, верю. А ты был в Африке? Да, в южной части Африки был. Но ты не был в другой части Африки, верно? Неа. Но ты же веришь то, что она существует. Почему ты в это веришь? Ну, исходя из данных... Какие данные, назови мне? Ну, спутники. Почему ты уверен в том, что спутники показывают всю Африку? Как ты можешь знать это? Но то, что ты сейчас утверждаешь... Смотри, хотя ты видишь со спутника в размер Африки сам, тебе все равно, кто-то об этом сказал. И что же получается? Это опять всего лишь чьи-то слова. Это не эмпирические данные. Ты сейчас утверждаешь то, что карты — это не эмпирические данные? Нет, они являются эмпирическими данными. Но это же фотографии. Смотри, карты — это физические вещи, которые ты рассматриваешь. Но ты веришь в то, что на этой карте изображен определенный предмет, исходя из того наблюдений того, кто тебе это сказал. Основанное, но точно данное. Нет, это основано на показаниях того, кто говорит тебе то, что это карта какого-то объекта. Изначально да, конечно. Да, все в порядке. Просто подтверди то, что есть много путей к познанию чего-либо. Подожди, подожди. Скажи мне, ты это признаешь? Так как проводятся эксперименты, используются различные спутники. Мадам, прошу прощения, я понимаю, что вы ждете. Очень извиняюсь, но мне просто нужно уезжать. Можно он ответит на мой вопрос? Да, конечно. Мусин, Мусин, можешь поговорить с этой женщиной? Пожалуйста. Итак, что я говорил? Мужик, ну ты же признаешь то, что существуют другие пути познания. Да, конечно же, мы используем различные средства для познания чего-либо, там, спутники, карты, фотографии. Потому что в ином случае мы бы не смогли прийти к истине. Окей, погоди, вот даже сейчас. Я тебе сейчас приведу современный пример. В рамках науки в эмпирической области, окей? Большинство ученых писали свою научную работу, основываясь на доказательствах, указанных в работах предыдущих ученых. Ты признаешь это? Ты понимаешь это? Это и называется теоретическая часть самой физики. Нет-нет, ты не понимаешь, что я говорю. Назвай это как хочешь. То, что я тебе сейчас говорю, это то, что все было разработано, исходя из работ предыдущих ученых. Доказательство – это неотъемлемая часть познания, которой нельзя просто обойти стороной. Ты пришел сюда с жесткой позиции, утверждая, что эмпирические познания являются единственным ключом к истине. Я не говорил ведь то, что это единственный ключ. А, хорошо, значит, на этом мы соглашаемся, верно? Да. Теперь я хочу сказать то, что когда речь заходит о Боге, почему ты подразумеваешь то, что здесь в любом случае должен быть только эмпирический подход? И ты же признаешь и другие типы вознаниях? Ну почему же? Я скажу тебе, почему это не нужно делать. Бог не находится в физической вселенной. Он отдален от физического мира. Он создал физический мир, но не находится здесь. Ты не можешь посредством физики доказать существование Бога. Все просто. Ну, мои убеждения. Есть у тебя еще какие-либо другие мысли по этому поводу? Желаешь ли ты их услышать? Не сейчас, мне нужно уходить. Тебе нужно уходить? Может, тогда придешь в следующий раз? Думаю, да. Ты читал Коран? Еще нет. Сделай мне одолжение. Почитай немного Коран. Хорошо. К нашей следующей дискуссии прочитай Суру 112, чтобы мы могли обсудить. И на этом пока все. Да, в следующий раз. Хорошо. Скажи мне, ты признаешь то, что есть другие виды познания, кроме эмпирического? Да. Полагаешь ли ты, что мы были достаточно рациональны в данном обсуждении? Да, я так считаю. В следующий раз я буду ждать от тебя информацию о том, что как ты попробовал думать иррационально. Хорошо? Тогда увидимся скоро. Спасибо. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысячи людей. Наши братья и сестры, которые мы с вами строим скважины чистой воды, мечтают о мечети. У каждого на карте есть остатки 5-10 рублей. Отправив их на сбор, вы ничего не теряете. Представьте, братья и сестры, за каждый совершенный в этой мечети намаз и за каждый проведенный урок в этом адресе нас ждет великая награда от Аллаха. Поэтому примите участие, внеся хотя бы 10 рублей в это дело. Люди для людей.